Добра-здорова, ячка, хунту и хунту-бары! Вот именно с таким заголовком и попался мне на глаза пост, где идет обсуждение нашего чудо-юдо-интернет-шминтернет-решения под названием «Дия», которым ну очень гордится как наш всевеликий не до пол-шестой, так и его братья. И так мне лениво было влазить в это болото в сети, вычислю по IP и прочее. Ну полез, важно это. И понял, что в сражениях компьютерных гиков и оцифрованных чиновников, знаю, что Оксюмарон, наши шернер-массы не принимают участия совсем. А зря. Это ничуть не менее болезненно, чем вакцинация и потенциально может иметь последствия ничуть не хуже в плане негативных последствий. И поговорим не только о самой «Дии», но и о цифровизации вообще в Украине. Тут много будет пространных размышлений на тему жизни в цифровом мире вообще, и немало будет украдено мысли из обсуждений в Фейсбуке. Всем желающим даю в первом комментарии к ролику пост в Фейсбуке у Яники Мирила. Там каментов в вагон. Вникайте при желании. Только имейте в виду, что каменты там испаряются целыми ветками. А я пока по ходу дела отчитаюсь о ваших донатах к каналу на этой неделе. И о каментах под ними. Всех донатеров сердечно благодарю за поддержку и за теплые слова. И часть донатов, как и часть дохода от просмотра рекламы, обязательно переведу на ноль. Так что же мы имеем в результате вреднения этих их цифровых краин в смартфоне? Плюсы. Ушли от необходимости носить справку о выдаче справки для получения справки. Нет необходимости стоять в очереди к очередному клерку. Нет необходимости ловить приемные часы. Уменьшение заинтересованности конкретного клерка в решении именно вашей проблемы. Сужение поля для коррупции. Ускорение в десятки и сотни раз движения документа в идеале вовсе без человеческого участия. Можем хвастаться перед иностранцами. Да, пожалуй, и все. Выглядит вроде как весомо, зримо и объемно. Но, как и всегда, все простые решения, как и благие намерения, минусы. Конечно же, что первое приходит в голову, это получение кредитов в разного рода мутности МФО, микрофинансовых организациях. Да-да, это те самые ларьки возле метро, которые за недорого, без документов, дают небольшие суммы в долг под совершенно конские проценты. Вот можно оформить, и уже есть зафиксированные случаи, когда оформлялись кредиты на человека, не имевшего ни ЭЦП, ни карты паспорта, через ДИЮ все провернули. Кредит. А потом отложить его до поры до времени. Забыть о нем на год-два. Пока сумма с пары тысяч гривен не набежит на несколько сотен тысяч. Вполне реально, там сотни и больше процентов годовых, сложные проценты и прочие радости. А после исполнительная надпись нотариуса, суд и исполнение. Да, без вашего участия или надлежащего информирования. А затем блокировка средств на ваших счетах, да хоть пенсионных. Да, можно пойти в суд, но многие пойдут. И смотря за какую сумму, особенно если перед этим с ними поработали коллекторы. А за налоги свои украденные сильно ходим? Вот уж. Плюс, возможно, и продажа вашего долга. Вы не брали кредита? А кого это волнует, отдайте, а потом разбирайтесь. Разного рода вышивали на коллекторским конторам. Может, домой и не приедут, что тоже не факт. Но нервы испортят вполне профессионально, уж поверьте. На кого будут оформлять? Для этого у нас недавно принят закон о прозрачности финансового рынка, когда любой участник рынка может посмотреть ваши активы и оценить вашу аппетитность и проблемность в защите честноукраденного. И поверьте, банки агрегируют не только те данные, что вы им предоставляете. И не только банки. О вас, о ваших вкусах, предпочтениях давно все известно и собрано в отдельную папочку. Вопрос только в распространении этих данных на рынке. Не будем о легальности сейчас подобных операций. Есть спрос, будет и предложение. А коль банковские базы текут, то они оказываются и в руках МФО в том числе. А то и просто разных, более мелких, машинников. Вспомните, сколько раз вы ставили галочку возле пункта «Даю свое согласие на обработку персональных данных» и «Передача третьим особам согласно закона об охране персональных данных». Да-да, это тоже оно. А сколько раз вы получали странное СМС от компаний, которым своих данных не давали? Не находите взаимосвязи? А еще можно собрать такие вот наборы данных и уже на их основе строить любые модели. И вашей финансовой состоятельности в том числе. Даже если вы целиком и полностью живете в кэше, у вас же есть семья. Есть регулярные платежи за коммуналку. Вопрос в умности постановщика задачи и грамотности исполнителя. И времени на решение задачи. И нет, за вами лично никто гоняться не станет. Это неинтересно. Но если речь идет о нескольких тысяч или более клиентов, то это вполне уже становится финансовой интересной задачей как для заказчика, так и для исполнителя. Не менее интересным становится открытие фирм. Открыли такую лавочку ловкие люди, поработали прачечной или конвертом. Закрыли. После к ничего не подозревающему человеку, данные которого использовались, приходит соответствующий департамент СБУ, пока у них эти функции не забрали. Или налоговая. Или... Представили? Следующая вкусняшка. Это голосование. Да, разработчики и чиновники всячески отнекиваются от реализации этой фичи, но согласитесь, было бы очень удобно, особенно с оглядкой на пандемию, чтобы вы могли проголосовать удаленно, не выходя из дома, или не приезжая в Украину из Польши, или не добираясь в Польшу или Италии до ближайшего консульского центра, или где это обычно устраивается. И вот еще. Подписал себе такой Джо Бейден, какой-то из петиции на сайте президента. Тоже ведь почти голосование? А это тоже задокументированный факт. И получим, что проголосовал ваш родственник, который сейчас на заработках в России, Польше, Португалии, не зная, что вы голосовали. Кто знает, сколько людей, не проявлявших избирательную активность в предыдущие циклы, вдруг резко активизируются в следующее. Потому что честная социология, думаю, показывает совсем другие цифры и тренды, чем нам скармливают с экранов ТВ или компьютера, отчего нынешние, не желая получать по заслугам и сусалам, а желая продолжать делать то же, что и нынче, будут использовать во все дыры, во всех смыслах. Отчуждение имущества. Тупо купля-продажа вашей, к примеру, недвижимости, без вашего, к примеру, ведома. Воровство цифровой личности – это, конечно, более актуально для всякого рода публичных персон, вроде инстаграмных дев и прочих инфлюенсеров. Об этой страте я только наслышан, но не знаком близко. Но это может быть и иным способом. Представим, есть семья. Папа, мама и чада. Чада пубертатного возраста, когда эмоции гормонов валом, а мозгов еще не хватает, когда шкура не загрубела до состояния носорожьей, и цинизм все больше напускной, как защитная реакция перед чуждым внешним миром. И вот папа. Допустим, он чиновник, который не согласился с Паришаловым. Или бизнесмен, который не проиграл нужный тендер. Тут придумать и без меня. И нужно его наказать. Берется цифровая личность ребенка. Его аккаунты в инсте, тиктоке, прочие хламуде. Начинается буллинг друзей, публикация компрометирующих фото. Все ж в курсе, что забаненные одноклассники и ВКонтактик стали прибежищем взрослых, сильно любящих детей. И дилеров видео непубличного содержания, в том числе, кроме пускания слюней, престарелыми на свою молодость. В общем, с цифровой личностью чада можно сотворить множество разных вещей, уничтожив репутацию и имя ребенка. Кто-то пойдет к психологу, а кто-то на крышу или в окно. Согласны? Это уже не так безобидно и смешно выглядит. Общая защищенность решения. То, что сейчас предлагает Яника Мерила, вот давайте анализируйте код, которого не показывают как бы, на наличие уязвимости и дырок, и получите мульон гривен. Это как бы так помягче попахивает профанацией. Особо с оглядкой на условия участия. Конечно, в первую очередь, за счет уязвимости системы аутентификации. Ведь надо рассматривать в комплексе всю систему с точки зрения безопасности и устойчивости. Все смежные системы и комплексы, а не отдельное приложение. Это сейчас звучит как... А давайте рассмотрим безопасность руля или панели приборов, как краш-тест для авто, но не будем смотреть на жесткость кузова, сминаемые зоны и т.п. Понимаете сравнение? То есть, нужно анализировать не только конкретное программное средство, но и все программные средства, которые принимают участие в процессах. Технические средства, как минимум защита от механического съема информации. И человеческий фактор. Как влияют на безопасность пользователи, имеющие разный уровень технического образования и опыта пользования технологиями. Как они или технический персонал, устойчив к методам социальной инженерии. Это один из видов хакинга, когда необходимые данные добываются посредством человеческих коммуникаций. Или если потечет безопасность какого-то из банков, которые выдают ЭЦП. Или сертификационных центров, которые тоже немножко негосударственные. При них тоже вроде есть какой-то СЦ. Помним же вирус лаптей, не Петю и Медок. В итоге несанкционированный доступ можно получить. Первое. Изнутри периметра безопасности. То есть пространство, внутри которого циркулируют данные госреестров. Давайте попробуем ограничиться такой абстракцией. Что это значит? А то, что база налоговая не только Киева, но и всей страны можно было в 90-е и начале 2000-х купить на Петровке. Это такая станция метровки и весь, кто не в курсе. И где местный книжный рынок. Теперь называется почайно, но суть изменилась мало. Точно так же можно купить и базы клиентов банков, особенно которые под временной администрацией или выведены с рынков. А ведь свои финансовые телефоны мы меняем крайне неохотно. Да и всегда найдется финансово обиженный админ базы реестра или любой другой, который перед увольнением да не сольет налево за пару-тройку окладов резервную копию базы клиентов. Так что не беспокойтесь, даже если вы ничего, никуда не отдавали в виде анкет, то на вас уже все равно есть профили. И не тешьте себя, что вы неуловимый Джо, который, как известно, нафиг никому не нужен. Это пока не нужен. И будем надеяться, не понадобится никому до самой смерти, но может же и не повезти. Еще очень интересно было читать, как разработчиков Дии возили лицом по клавиатуре, когда их чудо-юдо полезло в банковские выписки. Хотя пользователь не давал на это согласие. А если не только сам пользователь имеет подключенную Дию с регистрационными данными, то есть если кто-то тоже подключился к его электронной личности, думаете, фантастика? Да полно описаний таких взломов в интернете. А можно и вообще стереть вас из системы, из пенсионного фонда, налоговой, демографического реестра. Если у нас умудрялись и с бумажным документооборотом похоронить человека, когда он после приходил в собеса ему заявляли, так а шо это вы нам тут голову морочите? Вы шо умерли? У нас все записано. То представьте, какое поле разливанное открывается теперь. Пример. Налоговая потеряла базу платежей за хренадцать лет, несколько лет тому, потому что не было резервной копии, ее просто не делали. А когда серваки накрылись медным тазом, то в общем белый пушной зверек. Второй вариант получения несанкционированного доступа можно традиционными методами сетевого хакинга, хотя это все менее популярно, алтскул не в чести. Третий вариант можно получить доступ со стороны клиента. Да, чистка своих цифровых устройств от разного рода вирусов, программ удаленного слежения, управления и содержания этой экосистемы в сбалансированном и незараженном виде это целиком и полностью ответственность клиента. Спору нет. Ну вот полазила ваше юное чадо, неважно какого полу, по богатым клубникой полям интернета или любого узконаправленного ресурса соответствующей направленности или по помойкам, где валяются разного уровня нашпигованности вирусами и троянскими конями. Это один из видов. Разные генераторы серийных ключей для игр, паролей и прочего. И все. Вы обвешаны этой дрянью как хвост дворовой жучки репехами. И не тешьте себя надеждами, что если у вас стоит антивирус, то вы неуязвимый супермен. Как известно, его таки тоже успешно ухайдукали. Потому что антивирусы реагируют на самое распространенное на сейчас и относительно свежее пакости. А вот если кому-то попадется арритетная дрянь, древности, как окаменевшие отходы мамонта, то антивирь может и не сработать. И не сработает, скорее всего. Или если ваше чадо притащило какую-нибудь утилиту на локальный комп, после того, как в ней покопался другой прыщавый гений, предварительно скачавший исходный код какого-нибудь вируса из Даркнета. Да, есть и такая альтернатива нашему публичному интернету, вернее его часть. То такой творчески переработанный кривыми дрожащими руками обильно потеющего прыщавого гения кода вируса не будет отловлен, думаю, ни одним антивирусом. А если вы поставите настройки эвристики антивирусов в параноидальный, то он, антивирус, запретит вам даже свет в туалете включать. Что, поставите два или три? Ну, тогда можете записывать видео чужой против хищника, потому что на компе вам больше ничего не останется делать, он будет занят только борьбой этих Кинг-Конга с Годзиллой или наоборот, но с неизменным результатом. Вся оперативная память вашего компа или смарта будет все время занята поиском непрошенных гостей, а вам останется только наблюдать за этим. И даже если ваше чадо имеет отдельный комп, планшет, смартфон, это не значит, что если оно подловит какую заразу, то через локальную сетку вы не станете счастливым обладателем того же. Еще одна возможность подцепить счета нежелательное присутствие не закрытые патчами дырки в программном обеспечении, хоть операционные системы, в благо их сейчас ну просто завались. Итого, несмотря даже на ответственность пользователя, это снижение надежности и безопасности самой системы в целом. Вообще в любой человекомашинной системе самое слабое звено это человек. Хоть за пультом атомной станции, хоть на входе на базар. Ну и отдельно стоит вопрос по разграничению доступа ко всему массиву данных со стороны государственных органов и служб. Зачастую действия наших органов далеки от их конституционных задач. А они питают как нездоровый интерес к тому, чем обладают граждане, так и о перемещениях самих граждан. А уж с оглядкой на то, как лихо пишут и публикуют конфиденциальные разговоры первых лиц государства, то говорить о какой-то конфиденциальности рядовой улитки да просто бессмысленно. Теперь можно и человеческому. Это как например при пятом выяснилось, что куча государственных реестров ведутся и управляются коммерческими структурами, которые за это получают деньги из бюджета за разработку, сопровождение и за доступ. А государство не имело права управлять этими данными. Почти как у почтальона Печкина. У меня есть посылка для вашего мальчика, только я вам ее не отдам, потому что у вас прав на доступ нету. Оно может и было бы ничего вполне. Будь прописаны грамотно и с учетом будущих запросов протоколы доступа, разграничения доступа, безопасность, журнализация кто куда и чего. Но поскольку вся компьютеризация в нашей стране дальше дело не о сайте визитки для любого министерства или ведомства, где на титульной странице отблескивал дородными щеками ее глава на фоне интерьера по-бахатому, список департаментов и пара телефонов, которые имели три состояния, занято, никто не отвечает и номер не обслуживается. А еще пара кривых фоток этого самого министерства, сделанных на модный телефончик секретарши, которая кроме запиливания селфиков ничего делать в нем не умеет, об ее прочих умениях умолчи, мне об этом сейчас. Разумеется, ни о каких запасных серверах, дублировании каналов связи, дублировании оборудования и речи не шло. Надеюсь, сейчас хоть что-то изменилось. Ключевое слово «Надеюсь». Но читая Шона Таунсенда, я понимаю, что мне остается только продолжать это делать, надеяться. Так что есть большие сомнения в том, что интерфейсы работы с реестрами были проработаны во всех необходимых аспектах. Так что наши реестры во многом были все такими же визитками с соответствующим содержимым и полезностью для общества. Ситуация стала меняться во времена проклятого кролика Яценюка. Ведь скажите, умные в очках мы ж таких не любим. Что-то делалось и при Гройсмане, но вот залить это все взбитыми сливками и наложить сверху свою вишенку тут равных нашим нынешним просто нет. Что с дорогами? Что в чем не возьми? И пофиг, что где-то что-то еще не доработано в плане архитектуры или базовых постулатов. Главное пиар. ленточки и очередной позитивно-оптимистичный гундосик. О, кстати, надо послушать какой-нибудь новый гундосик. Давненько не выворачивала на клаву. Ладно, отвлекся. А теперь пристегнитесь, потому как сейчас включится сероводородная тяга. Вы никак не можете отказаться от этого счастья. Я имею в виду и цифровизацию всей страны и конкретно Дию. Вот на сегодня вообще никак. От вакцинации можете, хотя-то зачастую и глупо с вашей стороны. А тут, хотя-то зачастую и глупо не с вашей стороны, не можете. Если в старой присказке вход-рубль, выход-два, то нынешние ее модернизировали до вход-обязательно, выхода-нет. В целом, вся эта безопасность в компьютерном мире держится на двух китах. Кто имеет возможность украсть информацию, не станет этого делать в силу профессионализма. Ему репутация дороже. И на недостатке квалификации тех, кто хотел бы. Все они упрощают, но в большинстве неоправданно усложняют. И автоматизация, компьютеризация и прочее государство в смартфоне хорошо для уже отлаженных оффлайновых процессов. То есть, если у вас все понятно, откуда и куда идут бумажки, в какой срок, кто куда ставит подпись и прочее. Но если у вас цветет и колосится коррупция в этих бизнес-процессах, то у меня для вас плохие новости. А уж непосредственно автоматизация бардака приводит правильно к автоматизированному бардаку. Только в разы бардачнее. И только. Вся история советской автоматизации и украинской компьютеризации тому научное грустное свидетельство. Резюме? А не будет его. Каждый сам себе доктор. И в вакцинации, и в аутентификации. Я лишь хотел более или менее кратко и просто предупредить всех хунтуберов о возможностях ДИИ и нашей перед ней никчемности. Я бы советовал очень советовал по возможности ДИИ не пользоваться. Но как замечено выше возможностей такой у вас нет. Если вы конечно не живете вне Украины. Бережите себе, ставьте вподобайки и подписывайтесь на Пенса. Тисайте в червону пимпочку внизу под роликом, чтобы стало сиренькою, а потім тисайте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки и валюти світу. Частину усього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.